Всем привет, друзья! С вами Чавес. Пока все качают еврейские танки, у меня один из подписчиков под ником Саныч, ДНР Саныч, прислал вот такой видос, где он на МТ ЛБ С-8 сделал довольно-таки хорошую каточку. В общем, сейчас мы как раз этот бой и посмотрим. В целом, у этой машины как раз есть, такие всегда были вопросы, а как на ней вообще нужно играть? То есть, в чем смысл игры именно на этой машине? Как на ней лучше играть? С каких позиций? И т.д. и т.п. И как раз вот этот бой, наверное, отражает то, что мне нравится в этой машине, как на ней можно получать удовольствие, соответственно, набивая дамажку. То есть, сама по себе машина непростая, на ней сложно набивать дамаг, потому что, во-первых, с одной стороны, вроде бы как есть офигенный потенциал огневой, вы просто можете аннигилировать один, два, может быть даже три танка подряд и потом только уйти на перезарядку. Но, с другой стороны, у вас просто адская точность, время прицеливания, вам ракеты, в принципе, тоже неуправляемые, летят довольно медленно, попадают с дистанции практически без вариантов с такой точностью и со скоростью полета. Но, если вы сможете правильно на этой машине заехать, с правильной, так сказать, позиции, то все будет гораздо интереснее. Кстати говоря, реплей сохранился не с глаз именно самого Саныча, поэтому на миникарту не обращайте внимания, там показывает что-то совсем какую-то другую фигню. В общем, как играет Саныч? Ну, во-первых, он приезжает на такую позицию, где вроде бы много танков можно встретить, но он особо не парится. Снизу союзники подъезжают, тут встречают китайца. Китайц в лоб ими не пробивается. Ну, кого-то волнует, правильно? Просто нужно в силуэт швырять там по 100, ну, по 100 кп-шки вылетает, и это нормально, полторы тысячи уже есть, минус китайц. И вот тут самое вкусное. Он просто заезжает на два фуловых ОБТ, минус ОБТ, и второй минус ОБТ. Все. То есть, пацан просто заехал, там минус ОБТ, здесь минус 2 ОБТ, все, направление свободно, можно ехать дальше. У тебя в копилке 5200 домашки, и все, у тебя уже все хорошо. Кп-шку вообще даже не потратил, даже никто ни разу плюху не дал. Счет 12-11, пока все неплохо. В копилке еще и два фрага, так что вот примерно вот так, наверное, стоит заезжать. Вот даже какая-то 80-ка, вроде бы, да, как раз, которая внизу была, написала, ты красавец. Потому что вот на этих машинах именно вот так и нужно заезжать. Да, иногда сложно подобрать правильную ситуацию, правильное место, иногда можно просто заехать не в тот переулок. Типа, так сейчас, я вот сейчас поеду и повторю, и вот сразу минус двоих, минус троих сделаю. Но получается косячок. Уходит сразу на перезарядку, первая лента отстрелена практически или полностью. И теперь можно спокойно уходить на перезарядку, пока есть время, опять же. У вас там долгая перезарядка, минуту целую перезарядка. Но, в принципе, вот как раз та самая ситуация, когда вас никто не подгоняет, и у вас есть эта возможность. Стоите спокойно, перезаряжайтесь. Видно, что там есть на противоположном холмике союзники, ой, союзники, противники. А вроде бы как там потихоньку уже сзади начинают подъезжать. Поэтому, в целом, он особо не торопится. И тут видит такую же мотолыгу, которая врывается на союзную ВБЛ-ку. Ну, не особо удачно. Тут вообще было забавно. Судя по всему, у него, у Саныча, наверное, еще идет перезарядка, а тип уже подъехал. Но тип почему-то его не замечает упорно. Он просто за ним катается, а тип не алло. Видимо, вот перезарядка закончилась, и еще один фраг в копилку, немножко домашки. Теперь все. Теперь у тебя все хорошо. То есть ты прошел такой период, когда у тебя целая минута перезарядки, и ты беззащитен. Все, теперь начинается другой период, когда ты начинаешь охотиться на противников. Собственно, вот как раз и пацаны, которые на холмике до сих пор стоят. Никто их не поддавливал, ничего не делал. Но, вот с такого расстояния, проблема в том, что с такого расстояния стрелять с этой штуки без вариантов. Один из трех, возможно, будет попадать, но как бы и снаряды закончатся. А здесь они заканчиваются с двух лент. В общем, что нужно делать в таких случаях, когда видишь шотных типов? Просто заезжать на них. Да даже если не шотные, если у них хпшки немного. Шакал первый тур, кстати, зафейлил, вообще, к счастью. И все. Второй, он уже все. Второй первый запылил, второй попал, но как бы и все. На этом шакал заканчивается. БМПшка, выезжает БМПшка, забирает союзника. Но опять же, вот что он делает правильно, он не стоит и пытается издалека. Вот, например, лично у меня бывает такая ошибка. Я вижу противника и издалека начинаю пытаться этими ракетами попадать. Но издалека, как я уже сказал, это тяжко делать. Это реально тяжко. Он просто едет на него. Просто сближается и там уже убивает. Тем временем, счет 1-5, почти 10к домашки. Но счет 1-5. Какой-то из противников, правда, сразу за спойлерю, куда-то в течение боя исчезнет. Короче говоря, по-моему, он разобьется. Я так мельком уже просматривал этот бой. Ну, в любом случае, 1-5 и вроде бы, казалось бы, ну, все плохо. Ну, реально все плохо. То есть, как бы, да, любого 1 на 1, абсолютно любого он разбирает. Но, есть Шеридан, который может фугаса дать как раз на всю хпшку. Беглиайт довольно тоже опасный, но в целом с ним плюс-минус можно. Наверное, все-таки передпмить его можно. Хпшки там останется после этого мало, но... Экспедишн, наверное, самая простая цель. Фоксик, ну, тоже не сильно опасный. Но вопрос в том, что их 5, а ты 1. Что в этом случае делать? Ну, он просто, во-первых, теряется с той позиции, где он в последний раз светился, что уже правильно. И вот тут он, наверное, думает, где бы так лучше найти... В какую бы так стать позицию, чтобы тебя не отымели сразу со всех сторон. Решает стать здесь. Вроде бы как здесь есть какие-то укрытия. По крайней мере, с нескольких сторон тебя не будут убивать. И в целом, ну, как бы, да, плохая... Ну, неплохая позиция. Единственное, например, ВБЛ-ка и Фокс будут пересвечивать издалека. Вполне возможно, как раз с линии А, с каких-нибудь холмиков, будут пересвечивать, убивать. Кстати, вот она ВБЛ-ка, которую он пересвечивает. Кстати, неизвестно, я не знаю, правда, сам засветился или нет. Решает просто отъехать немножко подальше. Здесь я, наверное, вот на самом деле, учитывая то, что, ну, ты один против четверых, кстати. Уже четверых. Так, кто потерялся? Экспедишн здесь. Фокс. А, Фокс, видимо, разбился. Вот как раз на какой-то значок. Фокс просто разбился. Один против четырех уже полегче. Я бы, наверное, в этой ситуации, база все-таки под боком. Если приедет захватывать, ну, как бы ты будешь недалеко. Я бы лично сделал бы как? Я бы забился бы в угол А0. Там есть замечательный карман. В этот карман заезжаешь. Все, кто к тебе будет подъезжать, то есть издалека, там никак не прострелить. Но все, кто захочет тебя убить, им придется туда подниматься, в этот карман. Пока они будут к тебе переваливаться, ты их уже убьешь. Ну, в общем, в любом случае, он решает остаться здесь. В принципе, ну, место неплохое. Пересвечивать, кстати, Шериданом тоже, судя по всему. Дает первый ПТУР. ПТУР, точнее, первую ракету мимо. И Шеридан теряется. Он видит, что он там один. В принципе, 600 хп не так много. Издалека, как я уже сказал, попадать тяжко. Поэтому он просто решает за ним ехать. Вобл там, конечно, опасная, но она буквально шотная. Там буквально 100 хпшки, по-моему. Поэтому он решает просто поехать за Шериданом. В общем-то, и правильно, наверное. Не ждет, пока их там приедет целая толпа. Вроде бы он один. И шикарно получается. Шеридан с каких-то холмиков выезжает. У Вейнов у него нету. Зато Саныч его отлично просто убивает. Все. Просто вот... Просто отличная ситуация. Вот реально шикарная ситуация получилась. Потому что можно было поиграть от одного буквально там кумуля или фугаса от Шерика. Ну, кумуля, по-моему, нет. Но фугаса вполне себе. Вобла продолжает, как ниндзя, появляться то там, то там. И сразу исчезать. И решает, почему-то Вобла решает просто опять поехать на него тоже в лоб. Санычу это только отлично. Он говорит, окей, давай, давай постреляемся. И причем здесь получается издалека попасть вообще шикарно. Просто шикарно. И с такого расстояния попасть в облу, это, ну, это реально повезло. Бегляет уже стоит в это время на захвате. Пока экспедишн не светился. Опять же, что он делает? Он не стоит и не пытается издалека выцеливать. Он просто едет к противнику. Потому что он знает, что в упоре его никто не передамажит. Абсолютно. Бегляет. Какой бегляет? Бегляет сделал 229 урона. В это время отхватил 600. Все. Бегляет минус. И все, и ты останешься один на один против экспедишна. У которого тоже без вариантов. Даже если он фолловый. Он делает выстрел. 4, по-моему, секунды между выстрелами. За 4 секунды, пока он будет перезаряжать второй выстрел, он идет в ангар. И вот он как раз вылетает в экспедишн. Сразу, правда, кумулен жестко попадает. Первые пульки не залетают. Но потом все залетает. Пока экспедишн перезаряжался. Все. Он в ангаре. Вот такой отличный бой. Ставьте лайки, если он вам тоже понравился. Подписывайтесь на канал. Присылайте подобные видосы. С вами был Чавес. Всем пока.